МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкале на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Злобные журналисты никак не оставляют покоя ангарских чиновников. На сайте БАБР24ЮКОМ появилась статья под заголовком «В ангарске проблемы решают вместе. Свои. За счет федерального бюджета». Речь идет о голосовании за проекты благоустройства общественных пространств. Из 31 претендента в городском округе выбрали 6. Набережная, спуск к воде, Мигет, Аллея, Любви на улице Ленина, территория на пересечении улиц Коминтерной и Социалистической в 15-м микрорайоне. Площадь справа от ДК «Современник», ремонт фонтаны прилегающей территории. 93-й квартал западнее, пересечение улиц Карла Маркса и 40 лет октября. Сквер вдоль Коминтерна возле магазина «Центральный». Цитата. «Если присмотреться повнимательнее к территориям, которые Петров выбрал для благоустройства за казенный счет, то мы увидим, что у трех территорий отсутствуют кадастровые номера земельных участков». Конец цитаты. После анализа автор материала Анна Амгейзер делает вывод, в первом случае не указан кадастровый номер участка, ведь строительство набережной проводили в том числе на федеральные деньги. Что касается фонтана и прилегающего участка, он имеет активное коммерческое использование и бизнес вести лучше на благоустроенной за государь в счет территории. На Аллее Любви в Мигете нет коммерческих интересов мэра, но есть предположение, эту территорию допустили для участия в программе с нарушениями только для того, чтобы местные жители не возмущались из-за откладывающегося шестой год ремонта Виадука через железнодорожные пути. Альберт Идомнин, Марина Минченко, новости 360 Ангарск. Десантирование из вертолета штурмовым способом провели бойцы и офицеры спецназа Росгвардии в ходе учебно-методических сборов. Сотрудники ОМОНа и СОБРа отработали навыки сборта вертолета Ми-8 при помощи альпинистского снаряжения и устройства росного спуска. Инструкторы оценивали работу выпускающих, сотрудников, руководящих действиями личного состава при десантировании, а также ведущих радиообмен с экипажем воздушного судна. Подобные совместные тренировки проводятся для совершенствования профессиональных навыков бойцов спецподразделений и повышения эффективности взаимодействия спецназа с экипажами авиации Росгвардии. Ребята приехали с различных городов. Это города Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томасск, Республика ТВ и прочие субъекты, входящие в состав Сибирского военного округа. Отрабатывались элементы выполнения беспарошюрного десантирования, подготовки личного состава по программе «Наромного-1 десанты подготовки» и специалистов, выпускающих на взаимодействии именно выпускающих в подразделении по подготовке в подразделении десантников для выполнения задачи, поставленной задачей с пользой альпинистского снаряжения и устрельского аэроссного спуска для доставки личного состава в зону выполнения задачи беспарашютным способом. Уголовное дело о разбойном нападении и хищении огнестрельного оружия направило в суд Ангарская прокуратура. По версии следствия, в декабре прошлого года 49-летний местный житель, выпивая в гостях, избил хозяина квартиры, похитил имущество и карабин Сайга с патронами. Затем реализовал оружие и боеприпасы случайному прохожему, который сдал оружие в полицию. Не переключайтесь, далее немного полезно рекламы. Если вы грузчик, пекарь, рабочий, уборщица или фасовщица, то вы нужны на постоянную работу с хорошей зарплатой в крупную компанию по изготовлению продуктов питания в Ангарске. Здесь же требуется водитель на грузовик и водитель с личным рефрижератором. Условия хорошие. Шедевры русско-бурятской кухни в сети магазинов и кафе «Курумкан». Готовые блюда, салаты, пельмени, позы и котлеты. В ассортименте полуфабрикаты, стейки, шашлыки, колбасы и копченые деликатесы из фермерского мяса собственного подворья. Приходите в кафе и магазины «Курумкан». Работает доставка. Процедурный кабинет «Биохакинг». Снятие постковидного синдрома и внутривенное введение препаратов и витаминных капельниц. Работают врачи с большим опытом и квалифицированные медсестры. Процедурный кабинет «Биохакинг» в Ангарске. 88-й квартал, дом 12. Надоело жить без прав? Приходите в ДСАА. Обучение и подготовка водителей категории А, Б и Ц. Повышение квалификации водителей и подготовка по перевозке опасных грузов. Ангарская школа ДСАА. 14-й микрорайон, дом 1. Срочно требуется пекарь-печник на хлеб. Производство. Телефон 8-950-101-09-15. 8-950-101-09-15. Центр занятости населения города Ангарска приглашает на работу уборщика служебных помещений. Пятидневная рабочая неделя. Соцпакет. Прогулка по лесу, берегу реки или даже городскому парку может закончиться госпитализацией, если встретить клеща, который будет заражен энцефалитом или барелиозом. За последние недели количество пострадавших от укусов паразитов в Иркутской области резко выросло. В очереди пострадавшие от укусов клещей за последнюю неделю количество обращений по этой причине в медучреждении увеличилось почти втрое с начала мая. В среднем за день сюда приходят 170 человек. Люди стали массово выезжать на природу, но совершенно позабыли про ползучую опасность, скрывающуюся в траве и на деревьях. И паразиты могут быть не только в лесу, но и в садоводствах. Была вчера на даче, вечером приехала, помылась, а голову не помыла. Запоминайте люди, мойте голову после посещения природы тоже. И утром нашла на себе, обнаружила клеща уже в пивчивости. Сдала клеща, проанализируют. Надеюсь, он будет здоров, и я тоже. Жалобами на присасывание клещей уже обратились более 2000 жителей области. Каждый четвертый из них ребенок. Самые распространенные алиалы обитания паразитов – Иркутский район, Ангарский городской округ, Братск, а также Слюдянский, Качугский и Нижнеудинские районы. Важно, чтобы пострадавшие отдавали клещей на диагностику. Клещей мы отдаем на исследование. На сегодняшний день мы исследовали более 1600 клещей. В 20 из них был выявлен возбудитель клещевого энцефалита. Наша задача – провести профилактику и предупредить это заболевание человека. Для профилактики клещевого энцефалита человек уводится именно на глоболит против клещевого энцефалита. Препарат эффективен в первые четверо суток. На сегодня вакцина есть только от энцефалита. В Сибири и Монголии обнаружены три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками лихорадки западного ванила и чумы. Так что перед отправкой в лес стоит запастись репеллентами, а после прогулки тщательно осмотреть друг друга с головы до ног. Альберт Идомнин, при содействии НТС, новости 360 Ангарск. Об удобстве использования портала государственных услуг напоминают в автоинспекции. Отмечено, у владельцев автотранспорта есть возможность снять регистрацию по заявлению в случае прекращения эксплуатации транспорта, либо при утере договора купли-продажи, не посещая ГИБДД. Оформить заявку можно на сайте www.gosuslugi.ru. Информация о снятии машины с учета появится в личном кабинете в течение суток после подачи заявления. При этом собственник по своему желанию может сохранить за собой государственные регистрационные знаки на один год. Ранее авто можно было снять с учета онлайн только в связи с продажей транспорта на основании договора купли-продажи. Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России. Он начался с экзаменов по литературе, химии, географии. В период прохождения испытаний многие школьники испытывают серьезное волнение. Помочь им справиться с тревожностью могут в первую очередь родители. Есть простые способы, как отвлечься от переживаний, об этом далее. В Ангарском городском округе в этом году выпускают почти 1211-классников и без малого 2809-классников. И, конечно, большинство юношей и девушек переживают перед экзаменами. Психологи советуют применить для успокоения разные практики. Сделайте 5-10 глубоких вдохов и выдохов на одинаковый счет. Например, вдох на счет 5, затем пауза на 5, выдох на 5 и снова пауза. С телом потрясите руками, как будто сбрасываете с них что-то. Можно потрястись всем телом, потанцевать. Потопчите ногами для ощущения своих стоп. Можно потереть мочку ушей. В целом же необходимо понимать, все, что можно было сделать, сделано. И выпускнику нужно максимально отвлечься. Например, погулять на природе, пообщаться с друзьями, которые не сдают экзамены, ведь они могут заразить своим спокойствием. Чего точно не стоит делать, это пить алкоголь, переедать, ругать себя за плохие результаты. И помните, что экзамены – это не вся жизнь, это всего лишь какой-то период. И, может быть, стоит сделать в жизни какой-то перерыв. По словам экспертов, очень важно со стороны родителей не нагнетать обстановку и дать понять детям, что никто не будет их ругать за плохие результаты. В этот сложный период дети испытывают большие волнения. И важно показать им, что ваша любовь остается вне зависимости от тех результатов, которые получит ребенок. И чувствуя вашу уверенность, дети тоже будут ощущать себя увереннее. Альберт Домнин, Марина Минченко, Новости 360, Ангарск. Свыше 500 тонн меда получили пчеловоды Иркутской области в прошлом году. За последние 10 лет общее количество пчелосемей выросло почти на 7,5%. Сообщается, фермеры дают только 5% сладкого урожая, остальное – хозяйство жителей. Широко развито пчеловодство в районах, где активно занимаются растеневодством. К наиболее продуктивным и доносным районам относятся Аларский, Бахбоханский, Заларинский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Осинский и Черемховский. Разводят пчел и в Ангарском городском округе. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. В Байкальске 30 мая пасмурно. В обед температура воздуха составит 14 градусов выше нуля. В темное время до плюс 8. Ветер западный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 707 мм ртутного столба. В Листвянке также облачно. Днем температура поднимется до плюс 11. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 7. Ветер северо-западный 1,3 м в секунду. Спонсор прогноза погоды – курорт Усолье. Один из старейших в Иркутской области курортов работает в Усолье-Сибирском. Специалисты успешно помогают излечить заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, костно-суставной системы, женское и мужское бесплодие. Проводят постковидную реабилитацию. Санаторий Усолье проводит эффективное лечение. Заболевания нервной системы, женского и мужского бесплодия, опорно-двигательного аппарата и последствий травм и заболеваний костно-суставной системы. А еще постковидная реабилитация. Санаторий Усолье. Огромный опыт, новейшие медицинские методики и комфортный оздоровительный отдых. Санаторий Усолье. Рядом с вами. А теперь о погоде в Ангарске. Во вторник пасмурную погоду прогнозируют синоптики. Днем 19 градусов выше нуля, ночи плюс 9. Ветер юго-западный 2,4 м в секунду. Атмосферное давление 723 мм рт. Мой прадед рассказывал мне о войне, как в танке сражались, горели в огне. Теряли друзей, защищая страну. Победа пришла в 45-м году. Вечернее небо, победы, салют. Солдаты России наш сон берегут. Я вырасту детям своим, расскажу, как прадеды их защищали страну. У нас весна по всем приметам. Двора убрались со двора. А на асфальте разогретом рисуют небо где двора. Младенцы спят на солнцепёке, в колясках, тянутых витком. И кровельщик, вися на боке, кчит подруга молотком. А на реке, водой и ветром, уже взмолотовшую льда. И лёд всплывает метр за метром, и сверху талая вода. Иду домой путём окольным. И вижу из-за лесневы, как флаг, воздвинутый на смольном, горит на фоне синевы. И с чувством гордости законной, смотрю на город над рекой, оборонённый и спасённый своей собственной рукой. Субтитры создавал DimaTorzok